Так Ну что, давайте я предлагаю вот снимаем этот отлив, смотрим этот угол, тем более здесь есть трещина Снимай отлив Отлив снимай Снимаем отлив Снимаем отлив Все Не, отлив, отлив откручу Я понимаю, здесь мы его не снимем без удаления затирки, отлив проще снять другой Я понимаю, но здесь трещина Видишь, трещина Значит, надо выбить вот этот шут как-нибудь Хорошо Может быть, слышь, там нигде крыша, или выше здесь? Ну, смотрите, нам нужно проверить угол Здесь, во-первых Главное, потом это, вы помните, чтобы он зимой постоял Ну, потом подъедем Сейчас, секундочку, подождите, пока она не начнет ломать Если, вы говорите, с той стороны проще, да, это здесь? Логично, что здесь сделано одинаково, да? Что здесь, что там Вы определитесь, мы вскроем Поймите, в любом месте вы скажите, где Нужен угол Нужно снять отлив, посмотреть, как установлен это Хочешь аккуратненько перфоратор? Да, я аккуратненько А, ну, что, каждый день приходится делать это все Что сразу видим Нарушение технологии с ФТК мокрый фасад На краях отливы должны были быть подогнуты вверх Для того, чтобы вода не проникала в систему штукатурного фасада Это общая, как бы, ошибка у очень многих систем Кто, люди не знают, не делают Отливы по краям должны быть подогнуты вверх Дальше, сброс капельника должен быть не менее 40 мм От плоскости финишной фасада Здесь отлив, по сути дела, заведен в плиточную облицовку То есть вода и снег, который будет таять Будет попадать внутрь системы Что недопустимо Потом, если хотите, можем отдельно в этом месте прям плиточку вытащить Продолжение следует... Подоконный отлив должен монтироваться к подставочному профилю, а не к оконной раме Здесь неправильный монтаж подоконного отлива Вот еще отлив Саморез А тут не получается? Сейчас я отливаю Сейчас я отливаю Слева. Если что, вон, два мачете есть. Приклеен? На герметиках, нет? Наша задача так скрыть, чтобы потом отлив вернуть на место. Потому что фасад ремонтирует сейчас уже не сезон. В любом случае ремонтная работа это весна следующего года. Когда нужно выполнять фасадные работы по отделке фасадов вашей системы? В летний период времени. Наблюдаем. Смотрите, мы с вами видим клей-пену. Видите? Дальше. Мы не видим подставочный профиль. Окна ставились с подставочным профилем или без? Никто не знает. Не может ли получиться здесь ситуация, что придется менять все окна в доме? Вот я почему и спрашиваю. Они с подставочным профилем? Вот в таком виде продавалось. Вот я вам и сказал. В лавках у нас не было у каждого пермитаков с оборудованием. Претензий к лавке у нас нет. Ни к фасаду, ни к фасаду. Ни к этому. Ни к этому. Ни трещин нет у нас лавки. Вот смотрите, смотрите, что мы с вами видим. Подставочный профиль есть. Нужно вот тут вырезать и посмотреть, есть ли клин под импостом. Белый? Да, это подставочный профиль называется. Вот здесь вот аккуратненько еще вырежу. Нужно проверить, есть ли клин под импостом. Сядет так кто-либо не сядет потом. Ну, клинышек этот черный. Вот тут вот вырежу аккуратненько. Ага. Вам на будущее. Вот этого кирпича не должно было быть. В принципе. То есть отлив должен был начинаться вот отсюда. Кирпича на норме нет. Да. Да, да. У вас... Есть такое, да? Ну, это ж узлы. Это стандартные узлы. То есть там должна была остаться ступенька. Отлив должен был монтироваться в подставочный профиль. И конденсат, который образуется у нас. Видите, вот это вот. Но вопрос-то в том, что окно-то будет уделано. Внешний вид. Его не восстановить. Это аварийность. Кто-то создает аварийность. Нет, это очень некрасиво. Так. Дальше, что мы с вами смотрим. Это красиво. Дальше. Видите, у нас нет с вами клина. Вот если... Я не могу... Посмотрите. Видите, клинышка нету. На которой должен опираться импост. То есть со временем окно может просесть. Стеклопакеты могут в любой момент начать лопаться. Мало того, вы обратите внимание, там кусочек фанеры. Фанера размокает, разбухает и потом начинаются проблемы. То есть, в принципе, это неправильная установка оконных блоков. Но здесь лучше уже обратиться к специалистам по окнам. Их можно отдельно вызвать. Они вам это подтвердят. А какая компания окна ставила? Компания ставила. Окна, да. То есть, вот видите все. С этим определились. Дальше. Мы с вами видим стеклотканевую сетку синего цвета. Сетка не панцирная и не полупанцирная. Обратите внимание на ячейку. Линеечку прям поднесите. Вот сюда вот. К сетке. Видите, что у нас получается? То есть, ячейка получается у нас с вами 5 мм. У полупанцирной сетки она будет 7 мм. То есть, соответственно, это уже не 210 грамм положенных. То есть, это не Boatex, крепикс 260. То есть, это уже не панцирная и не полупанцирная сетка. Эта сетка не предназначена под плиточную облицовку. Ну что, аккуратненько вынимаем. Артур. Вот эту плиточку надо вынимать. Ну, надо смотреть. Да, вот это. Начняй ее. А перфоратором аккуратненько. Не нужен, да? Да в любом случае будет ломаться. Ты тут ничего не сделаешь. Разумеется, мы стараемся все делать более-менее аккуратно, но... Что хочу отметить, затирка сделана правильно, не в глубине. Я не говорю там, красивость, некрасивость. Я говорю про техническое решение. Это я доделал, да. А. Это я доделал, да. Потому что постоянная ошибка, что затирка в глубине, и потом начинается это. Это ошибка присутствовала. А, вот мы видим вторую затирку, кстати. Да, да, я же говорил. Вот, посмотрите, зафиксируйтесь. Вторая затирка, сфотографируйте себе. Видите, первая затирка? А это уже... Подходите, подходите. Я вас почему и зову, чтобы вы сразу прямо определяли. Видите, вот она, первая затирка. Первый слой. Который был выполнен неправильно. В глубине затирка не должна быть. У вас разве в рекомендациях... Это у всех в документации, а как же? Так вы... Вы откройте СТО. Зафиксировать. Зафиксировать на видеосъемку. На видеосъемку. На видеосъемку. Вскрытие. Да. Он просто некомпетентен отвечать на технические вопросы. У него другая задача. Вы представитель этой компании. А? А я технический эксперт, я представитель многих, кстати, компаний. Ну, как у вас, доверенности есть от них? Есть. От них? Не от всех есть. От Циризита. Я ВЦК, внешний центр компетенции Циризита. Внешний центр компетенции Боумита. Только плоскость, не волнуйся. Не, 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 не. Ну, все будет, не волнуйся. Недоверенность будет. Все нормально. Ну, то, что мы ее разобьем, не... Да ничего тут... Ударь форатором. Да выпили ее этим и все. Вот, видите, мы с вами видим синюю сепку. Вот надо знать, что это за сепка. Обратную сторону покажу, пожалуйста. Вот. Нет, лучше на подоконнику-то не надо. Так. Угу. Как сепка? Вскрывай дальше. Нет, подожди, секундочку. Сепка снижена. Трещи нет. На сепку. Пока мы с вами не видим косынку. Диагональную. Она вот отсюда уже должна была идти. Нет диагональной косынки. Сразу видим. Это серьезнейшее нарушение технологии софта-какомокрый фасад. Артур, попробуй выпилить. Вон этим. Выпили, попробуй вот эту плитку. Нам в любом случае нужно определить, гашкой тут есть, либо нет. А что фиксируете? Сетку размер, ячейку. Сетка, которая находится под ней, белая, тоже сложно понять, что это за сетка. Во всяком случае, это точно не Баутекс. Вот здесь трещина. Да, да. Она это была. Вес ее невозможно понять, потому что это не из плеяды сертифицированных производителей. Не могу сказать. Так, грибе. Где была она, на какой плитке? Вот она. Да, да, да. По трещинам, да? Почему? По трещинам. Стой, стой, стой. Она посадит, есть трещина под плиткой? Нет. Отойдите, пожалуйста. Но вопрос в том, что не приклеился, не приклеилась середина плитки. И, скорее всего, вот эта вот трещина на плитке была вызвана тем, что сюда попала вода, здесь видите полость, из-за того, что неправильный отлив сюда вода, и просто разорвало льдом. То есть, было из-за затекания влаги. Через шов? Да. Отлив неправильно установлен. Ну, шов, отлив, он отводит воду от этой плитки. Нет, отлив организуют сюда подвод воды. Он же у вас без бортиков был. Поэтому сюда вода и пошла. Водкинь, пожалуйста. Или это посадочек плитки. А? Вот это чёрт. Спасибо. 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 Продолжаем вскрытие. Водичка попадала. Ну, вот видите, собственно, здесь приклейка, здесь приклейка, здесь дырка. Отлив неправильно установленный, вода попадала под систему и сюда проникала, вот и разорвало эту плитку. То есть, почему-то вообще не промазано. Видите, когда производилась приклейка, была нарушена, видите, технология приклейки вот этой плитки. Видите? То есть, она не была промазана. Это проблема в одной плитке? А? Я говорю про эту только плитку. Ну да, вот нравится плитка. Вот, видите. Вот она конкретно не промазана. Не промазана. Продолжение следует... Выбивай эту плитку. Вот это? Да, да. Диагональную косынку, как видите, мы не наблюдаем. Нет, сетка там имеется еще. Нет, а диагоналки нету. Косынки нет диагональной. Косынки нет диагоналки. Обратите еще внимание на что. Нет уклона под отлив вообще. Утеплителя уклон должен сформироваться. Нету ее. Нету ее. Сетки. Нету сетки. Диагоналки нету. А вот белая еще сетка вторая. Нету косынки. Сетки под углом 45 градусов. Сетка вот так вот, она не работает. Должна быть сетка вторая, которая под углом 45 градусов, которая компенсирует возможные деформации. и трещина. Что мы с вами еще наблюдаем? Сетка не втоплена в клей. Замазан сверху. Сфотографируйте. Подходите. Вот видите. Замазан сверху клей. То есть, приложили сетку, сверху замазали клеем. Это полное нарушение технологии. СФТК мокрый фасад. Это фасад по демонтажу. Держка, вроде бы, под новой кусочкой. У нас такую высоту и нет. Да, и тут надо выбивать. А там мы если вывезли, что хотим увидеть? Гэшку. Определяем. Размер Гэшки. Есть она, либо нет. По углам оконных проемов ставится цельный лист утеплителя, вырезан. Минимальная сторона Гэшки 200 мм. Если он не ставится, то фасад в будущем будет трескаться. Уголков с сеткой нет. На углах проемов. Вот смотрите еще. Покажи фотографию от топырь. Видите? Фотографируйте. Не втоплена. Сетка замазана сверху. Видите? Пустоты. Вот они. Отсюда прям подсними. Сбок. То есть, видите, базовый армирующий слой легко соскальзывает с поверхности пенополистирола. А какой клей использовался? А у ЮНИС нет по СФТК сертификации. Нет, вопрос в том, что у них нет системы СФТК. Они не сертифицированы. Вы можете зайти на сайт Анфаса. Вы можете зайти на сайт фасадного союза и посмотреть перечень сертифицированных систем и материалов, которые можно использовать на фасадах, либо нет. Потому что, обратите внимание, нет адгезии. Когда мы раздираем фасад, у нас разрыв всегда, когда качественный хороший клей, разрыв по пенополистиролу идет. Он вырывает. А здесь просто отслаивается. Нет, разрыв будет вот такой вот. Нет, я к тому же, для специальных инструментов это сделать делаю. Так. Надо вырезать, смотреть приклейку. В любом случае. Бери перфоратор, да? Нам вырезать все равно вот этот кусок. Бери перфоратор, выбивай теперь уже большой кусок. Бери перфоратор, да? Бери перфоратор, что-то вообще бери. вот видите опять плитка во время приклейки не промазывалась не грунтовалась то есть где прижалась там прижалась где не прижалась там она вот это А что? Чуть-чуть прервись Обратите внимание Ни одна, ни вторая сетка не втоплены Видите, сетка вообще болтается Воздух между ней Видите, что сетка Чуть-чуть прервись Видите, сетка была приложена на фасад И сверху замазана Причем два слоя сетки И белая, и вот эта вот синяя И сверху замазывалась клеем Дальше очень интересная вещь Мы с вами, вот сколько вскрываем Мы не видим пока ни одного дюбеля А дюбелирование должно было Производиться через первую сетку Видите, пока мы ни одного не видим А уже должны были увидеть Хотя бы один А так, по идее, два-три Должны были на этой площади Ну где на этой площади Десять-двенадцать дюбелей на квадратный метр Это плиточная облицовка Мы частично вешаем облицовку на дюбель Видите, вот такое впечатление Вот это вот сбивай Аккуратненько вот эти вот Значит Чуть-чуть Подожди, подожди Значит, что мы с вами сейчас должны определить С этой стороны заходи Заходите Обратите внимание Нет внутренней косынки вообще Сетка должна была вот так вот заходить Ее нету То есть здесь стык сеток Во внутреннем углу сетки нет Который переходил бы С нижнего откоса на вертикальный Нету Вот сетка, да, идет Вот сетка, и вот сетка А здесь нету Видите, да? Сфотографируйте Вот он камень Размыкание Нету сетка Дальше Следующий момент Господа, господа Обратите внимание еще на следующий важный момент Смотрите, что здесь очень интересное Смотрите Упаковочная пленка окончиков То есть люди, кто монтировал фасад Они поленились снять упаковку с окон Зафиксируйте вот это вот Нет элемента примыкания сеткой Видите? То есть сетка доведена до оконной рамы Не выведена из-под системы И нету элемента примыкания Это очень серьезное нарушение технологии Сейчас с вами проверяем Качество приклейки пенополистирола Подсадили, наверное, ребята, да, уже Стартовый профиль лучше не применять на фасадах Если вы его неправильно применили Он будет фасад рвать Уже давно 20 лет Как идет замена его Выведение сетки и капельник Потому что Так это что Это не фасадный А что Так наоборот Очень интересно Видите, не фасадный Грюбов Обратите Обратите внимание Обратите внимание Что здесь использовалось Это не фасадный дюбель А? Это дюбель Это вот подделка историчного пластика Бомжи бутылки собирают Не фасадный Не фасадный И вот этот нельзя применять В СССР Мокрый фасад вообще нигде У нас есть с вами дюбель Термоклип У нас есть с вами Бийский дюбель Либо с металлическим Либо со стеклопластиковым Здесь видите вообще Да это не тех креп А тех креп Дюбель не сертифицированный Не разрешенный В строительстве Второй дюбель Вот здесь должен был быть Они торгуют всем подряд К фасадам эти материалы Не имеют никакого отношения А что нужно слышать Кого? Не, 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 ничего Продолжайте Это дюбель Неразрешенный В фасадах Опа Фиксируем Стык листов Пенополистирола Минимальная гэшка 200 миллиметров Здесь 200 миллиметров нет Видите Линейку подставьте Фиксируйте Подставляйте Фиксируйте размер Линейку прям Фотографируйте Сколько размер Если вы не знаете Что мне делать Дальше вы знаете Не вопрос Я вам просто подсказать Да я понял Но как бы Вы фильм снимаете Мы не фильмы здесь снимаете Разница Следующий момент Который с вами фиксируем Обратите внимание Втык между листами Пенополистирола Заполнен клеем Что запрещено По технологии Софтыка Мокрый фасад Это прямое промерзание При проникновении влаги Систему фасадного утепления Клея не должно быть Должны быть Либо полоски Утеплителя Пенополистирола Либо пена Качественная монтажная Здесь видите Замазана клеем Что недопустимо Была попытка приклеить На гребенку И вы смотрите Гребенка еще Прямо здесь нанесена Ну это конечно Это шедевр Смотрите Как будто бы Кирпичную кладку делали Люди То есть люди Никогда фасад В принципе не делали Кто здесь занимался Они приклеивали Они как будто бы Кладку кирпичную делают Вот видите Не сертифицированный Дюбик Ну так возьмите его Зацепите Так проверяйте Сейчас Сейчас оторвется Была попытка Приклейки На гребенку Приклеиваем Хорошо видите площадь менее 60 процентов положенных под плиточную облицовку под и софта к мокрый фасад с декоративной штукатуркой у нас норматив площади приклейки 40 процентов под плитку 60 сами видите меньше половины под декоратив куда такой пройдет открыт под плитку к сожалению нет вот видите то же самое но здесь хотя бы есть адгезия вот смотрите качество дюбеля дюбель выдернут рукой то есть смысле но вы видите дюбель не фасадный не качественно но видите это вообще это фуфло да мало того что вот это вот видите это вторичный пластик так называемый дюбеля должны производиться из первичного пластика вот такого быть не должно это биски фасадный дюбель термоклип бауфикс ну и другие сертифицированные сейчас по моему больше кроме этих трех никого нет бауфикс причем с длинной термоголовой а не тот который в том же петрович продается там они у них спецзаказ с короткой то есть не для фасадов то есть вот мы с вами видим полное нарушение технологии с автокомокрой фасад вот этот сфотографировать но вы видите швы за швы заполнены клеем полное нарушение технологии промерзание полное полное нарушение технологии мы с вами видим полное нарушение наблюдаем что все что все полностью нарушена сетка не дома здесь не видим видим полное нарушение технологии утепления фасадов сетка не 165 грамм вот этот это не 165 грамм явно это не bout ex сожалению сертифицированных сеток очень мало большинство которые продаются в сетях в магазинах и на рынках а их нельзя применять на фасадах надо еще краешек тут еще косяк с окном уже вот так нужно чуть-чуть прям отрезать даже не надо лучше не надо просто кусочек вырежу значит что мы с вами наблюдаем обратите внимание первое что что его дернул саморез системе видите черный саморез который будет ржаветь второе установка окна где клине под каким нету и здесь то есть стеклопакеты будут садиться потом будут трескаться стеклопакеты неправильная установка окуных блоков кассер то конкретнейший может быть дальше где-то есть там мы не обнаружили здесь мы не на 1 причем тут теории никакой теории практика практика они остаются они остаются для того чтобы окна потом не седают а есть технологию убирают их можно убрать можно оставлять так что вы когда говорите вы я говорю причем тут покупаем продаем мы с вами сейчас скрываем и фиксируем конкретно нарушение технологии софта к мокрый фасад процессе говорите много того что не является истиной является почему нет есть у нас еще и строительные нормы и правила конечно вот почитаете там тоже ваши клиния почитаете про остальное почитать смотрите растворчик растворчик внутрь зуб попала в руку не сказали вы говорите не то что я я могу фиксировать только то что соприкасается с фасадом то что все остальное я про окна не имею права говорить я могу говорить только то что касается фасаду достаточно достаточно могу сказать вот этот пенополистирол чтобы понимали это не ппс 16f это ппс 20 либо 25 на самом деле это плохо объясню почему этого достаточно но если вы на таком пенополистироле будете делать штукатурный фасад он треснет то есть по пенополистирол вы переплатили достаточно было ппс 16f такой пенополистирол он имеет избыточную избыточную прочность это то же самое как фасад утеплять пеноплексом фасад треснет если вы будете его почему плохая демпфирующая способность это плохо для для фасада но допустимо скажем так слишком высокой плотности и он дорогущий вот это я никому ну не знаю с работой точно люди были неквалифицированные ну никак да нет я посмотрите будем 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 вскрывать смысл есть вы ве мы с вами видим визуальный изгиб на фасаде видите здесь что-то где что-то происходило скрывали фиксируйте фотографии где вы вырезали как бы была трещина вот они видите плитки которые я специальных и намазал на них раствор для того чтобы понимать трещина прогрессирует либо нет понимаете восстанавливали фасад есть видео так вы демонтировали не она еще раз два три вот эти плитки демонтированы больше не вернут и обратно на них несет цемент для понимания будет ли прогрессировать трещина фиксируйте я так понимаю это важно сейчас для кого-то непонятно зачем так вот после нанесения раствора соответственно наблюдается продолжение трещин то есть она как бы была получается восстановлена в исходное положение в идеальном состоянии как будто новая это трещины появились вновь это вот получается за период лет и кстати возможно если был бы ппс 16f они более высокая плотность плотность то пенополистирол мог сдемпфировать и не дать появлению этих трещин можем можем посмотреть примыкание со стартовым профилем от именно я думаю что наверно пока достаточно достаточно да просто смотрите здесь